На Урале, в городе Алапаевске, чиновники отчитались о расходах по уборке снега летом, друзья! Согласно акту о приёмке выполненных работ в период с 1 по 2 августа текущего года, дорожные службы муниципалитета раскидали 20 метров сугроба, бульдозеры привлекались. Другая спецтехника, слушайте, ну это, по-моему, уже ни в какие ворота. Украли что-то слуги народные, кого сейчас этим удивишь, но в данном случае ребята настолько обнаглели, что даже следы замести не попытались. Куда пропали деньги? Миллион там, два, три. Я не знаю, сколько под эту аферу скоммуниздили, конкретных цифр не нашёл. Ну как, куда пропали улицу? Вот мы от снега почистили, бумаги соответствующие имеются. 1, 2 августа работы проводились. А, ну, молодец, товарищ мэр, делом занимаешься, медаль тебе за это и грамоту. Я, честно, не знаю, как это комментировать. Одно только в голову приходит, господа. Большие любители ухи, ухо они в смысле ели после. Начинаем! Дорогие друзья, помните, рассказывал вам о китайской нефтяной корпорации Синапэк? Месяц наблюдал, как ведут себя акции компании. Всё-таки купил 7 штук по 26 долларов, потратил 12 с копейками тысяч. Ну, говорят, что в ближайшее время бумаги снова начнут дорожать. Кстати, сегодня они уже по 29 продаются. Если будет как в прошлом году, когда их цена подскочила до 74 долларов, то, в общем, не зря связался. Хотя, чего волноваться? Нефть и газ в обозримом будущем с рынка точно не исчезнут. Значит, и я не проиграю. Кто же хотите попробовать? Переходите по ссылке внизу, регистрируйтесь, действуйте. А четыре главных пропагандистских телеканала, первый, Россия, НТВ и Russia Today, получат из бюджета в ближайшие три года 148 миллиардов рублей. Ах, вы, наверное, не очень понимаете, сколько это. А это, друзья, треть бюджета Санкт-Петербурга, второго города в стране. Или три бюджета Екатеринбурга. Кому не нравится Екатеринбург, Новосибирск. Или 14 бюджетов Ставрополя. Еще это две трети стоимости золотого Крымского моста. Да-да, того самого. Мост через Керченский пролив подорожал. Глава российского Минтранса оценил строительство объектов в сумму 50 миллиардов рублей. И это минимум. Таким образом, стоимость моста выросла вдвое. Мост через Керченский пролив подорожал в два раза. Теперь стоимость проекта оценивается уже в 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов. От 150 до 200 миллиардов рублей такова будет стоимость Керченского моста, сообщил зампредправительство Казак. Сколько тогда скандалов было с этим мостом. Помните, ну там хоть действительно какой-то мост построили, по нему люди ездят сейчас, и это уже хорошо. В данном же случае мы ухнем целую кучу денег вообще непонятно на что. А действительно на что. На содержание иностранных граждан Андреева и Брилева. На создание дутых рейтингов для подлеца Соловьева. На поливание помоями с утра до вечера в эфире братского украинского народа. На никому не нужные россказни о том, сколько стоят трусы Обамы или на мерзкое вранье нацистки Скобеевой. Если будут смотреть это россияне, запомните, Россия вас, россияне, всегда бросит, всегда использует как вещь и бросит. Потому что для России, россияне, это вещь, которую можно пожертвовать. Потому что вы схватили нашего высшего. 140 миллиардов, господа, вдумайтесь, это ж сколько всего полезного можно сделать для страны, потратив такие деньжищи с увомом, а мы их через эти сливные бачки в унитаз спустим. Хотя больше-то всего меня поражает. Не это меня поражает, что в данном пропагандистском списке почему-то присутствует в смысле среди претендентов на те миллиарды канал Russia Today. Конкретно им обломится почти 60 ярдов. Внимание, вопрос. А кто-нибудь из вас знает, где конкретно вещает данный канал? В том-то и дело, что нигде. Раньше ребятишки выходили в эфир на североамериканский континент. С конца прошлого года не выходят. А 2 декабря 2019 РТ даже в Боливии из сетки вещания выкинули. А где же они теперь показывают? Справедливо спросите вы. Ах, в Ютьюбе. Друзья, конечно, простите меня ущербного за мою темноту. Но не кажется ли вам, что 60 миллиардов рублей или почти миллиард долларов слишком крутовато для простого Ютьюб-канала, да еще не самого топового? Ксюш, вопросы ты помнишь? Ну, это не про... Мы хотели, ты же разрешила, что мы поговорим про фейки. Давай, мы продолжим потом. Подожди, про фейки. Ты же сказала, что мы можем поговорить. Ну, что, я же тебе согласовала эту тему. Фейк-ньюс. Тебе поверить? Я не знаю. Кстати, интернет-пользователи уже посчитали. Каждый из нас заплатит за пропаганду по одной тысяче рублей в обозримом будущем. Каждый, подчеркиваю, то есть ты можешь сколько угодно бить себя кулаком в грудь и кричать «Да, я телевизор вообще не смотрю!» «Да, я его давно выкинул» и так далее и тому подобное. Не смотри ради бога, но тысячу рублей в фонд поддержки этих, даже не знаю, как их назвать-то, ну, в общем, этих за каждого члена твоей семьи заплатить все-таки придется, и это не обсуждается. То есть вечные 2% дерьма. Одни тащат этот мир на своем горбу, закатывая тяжелый ком в гору, а другие бегут рядом и кричат «Куда катится этот мир?» Кстати, другие как раз всегда почему-то выигрыши остаются. Это реальная журналистика там, на неведомых дорожках. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А вообще, эту программу я хотел посвятить большой ежегодной пресс-конференции Верховного Главнокомандующего по Великой и Могучей, которая вот буквально с минуты на минуту начнется. Однако в последний момент подумал, а есть ли вообще смысл заморачиваться? Или кто-то правда верит, что в выступлении Владимира Владимировича 2019 реально что-то новое может проскользнуть доселе неслыханное? А посему предлагаю эксперимент. В этом эфире я вам покажу то, что главный говорил в декабре 2018-го, а вы уж как-нибудь самостоятельно потом разыщите свежую запись предновогодних частушек дяди Вовы, ну и сравните, знаете, как в рекламе какой-нибудь пустышки а-ля средства для похудения, как будто бы было, стало. Впрочем, пару тезисов я вам все-таки нарисую для затравки на старт. Внимание! Говорят, это невозможно. Но это говорят те, которые должны добиться результатов. В нашем детстве, в советском детстве, все мы очень боялись ядерной войны. Помните, даже песни такие были? Там, солнечному миру, да-да-да. Сейчас не боитесь? Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, был мир и процветание. Вообще, конечно, все эти публичные выступления нашего национального лидера, кроме истеричного смеха у нормальных людей, уже давно никаких других ассоциаций не вызывают. И правда, все еще остались ископаемые, которые свято верят, что на той пресс-конференции хоть один острый вопрос да прозвучал бы. Слушайте, вот я вам выше показал пропагандистку Симоньян даже вот это. Мелкая и ничего не решающая, как будто бы журналистка. И та пошла на интервью к Собчак, предварительно согласовав вопросы, которые ей должна задать интервьюер. Как только Ксения Анатольевна отклонилась от утвержденного сценария, случился скандал. Леди Рита даже домой засобиралась. А тут целый президент страны, причем страны, в которой его любят далеко не все. Политик, рейтинг которого падает в последнее время так же часто, как давление у моей престарелой соседки, а ей 90 на минуточку. Если совсем на пальцах, поднимите сейчас руки те, кто правда надеялись увидеть на этой ежегодной тусовке для своих среди пропагандистов Навального или хотя бы Соболь, кто реально ждали, что там прозвучат вопросы от Медузы, от представителя открытой России, от Ходорковского или от Чичваркина. Вы что, с ума сошли, что ли? Знаете, полтора года назад, не перед пресс-конференцией, а перед прямой линией Владимира Владимировича, оно у нас летом проходит, я объявил всем вам, а присылайте-ка вы свои вопросы. Вот прям запишите на видео то, о чем хотели бы спросить президента. Наиболее интересные ролики мы покажем в эфире и даже попробуем отослать им туда. Самое лучшее, на мой взгляд, видеообращение пришло, к сожалению, с опозданием уже после того, как все закончилось, я даже умудрился потерять ту видеозапись, но смысл ее был такой. Парень спрашивал, Владимир Владимирович, вы вообще на самом деле существуете? Вот хоть где-нибудь, кроме как в телевизоре? И это, на мой взгляд, очень правильный вопрос, потому что вы удивитесь, но я тоже так думаю, потому что я, например, тоже хочу своего президента видеть, слышать его, я хочу с ним встречаться, общаться, задавать в том числе неудобные вопросы и даже чувствовать иногда, как бы пафосно и по-дурацки это не звучало. А на зазвездившегося актера, простите, я и в кинотеатре за 400 рублей посмотреть могу, а то и даже за 300. Это все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, подписывайтесь, в соцсетях также жду, в друзья добавляйте темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться, пока. Пока!